Здравствуйте, дорогие друзья! После того, как мы с вами научились создавать тензоры в TensorFlow и рассмотрели базовые математические операции с ними, пришло время коснуться весьма важной темы – автоматического дифференцирования. А точнее, как оно реализуется в TensorFlow. Начнем с довольно простого примера. Предположим, нам нужно вычислить производную вот такой функции y равняется x в квадрате в точке x равная минус 2. Как это сделать на уровне TensorFlow? Я перейду сюда вот в PyCharm, и здесь записана программа, которая это делает. Смотрите, вначале мы сдаем перемену x со значением минус 2, причем эта переменная определена как вещественная, то есть записываем минус 2.0. Это важно. Тензор, который содержит эту перемену x, должен иметь вещественный тип данных. Далее, вот в этом менеджере контекста с gradient tape мы записываем все промежуточные вычисления для вот этой функции y равняется x в квадрате. И все эти промежуточные вычисления сохраняются вот в этом объекте tape. После этого, используя такой вот метод gradient, выполняется обратный проход по графу вычислений и вычисляет уже значение производной для функции y по x. Если вы не знаете, как работает вычислительный граф, то смотрите первые занятия по этой теме. Ну и в конце мы выводим значение производной. Давайте запустим программу и посмотрим, что мы увидим. Значит, программа выполняется, и мы на выходе имеем тензор со значением минус 4. И действительно, производная вот этой вот функции по x в точке x равной минус 2 равняется минус 4. Может показаться, что градить вот такой вот огород ради вычисления вот таких вот простых производных – это верх расточительства ресурсов компьютера. В конце концов, ее и подобные производные можно просто посчитать вручную и реализовать в виде функции. Все верно. Для таких простых ситуаций именно так и следует поступать. Однако в задачах машинного обучения часто имеют дело с функциями, зависящими от огромного числа аргументов – тысячи и миллионы. В этих условиях напрямую производить вычисления через ЕКБИАН неэффективное решение, а иногда и непреодолимое, из-за отсутствия достаточного объема памяти. А вот с помощью вычислительного графа такие задачи решаются относительно просто. Как пример, давайте возьмем функцию, зависящую от векторов-параметров W и B. Эта функция напоминает вычисление на входах нейронов с весовыми коэффициентами W и смещениями B. Затем мы на основе этой функции определим другую функцию. Пусть она называется так вот – loss и просто определяет среднее арифметическое от квадратов значений функции Y. Именно вот для этой функции loss мы и будем рассчитывать производные вот по этим значениям W и B. Для реализации этой задачи мы вначале определим вот эти вот параметры W, B и X. То есть мы будем вычислять значения производные вот в этих точках. В точках, заданное параметром W и параметром B. Причем вот этот вот первый параметр представляет собой матрицу размерностью 3 на 2. Второй параметр – это вектор размерностью 2 элемента. Ну а последний, третий параметр – это как бы вход, который представляет собой вектор, ну или матрицу вот в данном случае, размерностью 1 на 3. То есть одна строка и 3 столбца. Далее вот здесь вот в градиентейп мы должны реализовать вот эту функцию loss. То есть записать вот эту функцию loss, для которой мы и будем вычислять производные вот по этим параметрам W и B. То есть у нас здесь вполне очевидное выражение. Мы X умножаем на W, то есть здесь матричное умножение идет, и прибавляем вот этот вот вектор B. То есть у нас здесь получится тензор, стоящий из двух значений. Затем мы здесь вот его возводим в квадрат, то есть каждое из значений возводим в квадрат и вычисляем среднеарифметическое. В итоге у нас получается вот эта вот функция loss. После этого мы для этой функции loss вычисляем производные по параметру W и параметру B. На выходе получим производные, и эти производные вот здесь вот отображаются. Это множество значений производных вот для этого первого параметра W, а это множество значений производных для второго параметра. Давайте запустим программу и посмотрим, что мы увидим на выходе, то есть в консоли. Значит, для первого параметра W мы получаем вот такие вот производные, то есть вот значения, численные значения производных для тех значений W, которые у нас здесь были определены выше с помощью вот такой вот функции normal, то есть как гаусс-ки нормальные случайные величины. То есть мы в некой точке W и точке B вычислили значения производные вот этой функции loss с помощью вот этого вот метода градиента. Ну и получили вот такие вот значения. Это для W, а это для параметра B. Далее мы можем использовать вот эти вот значения для того, чтобы найти, допустим, минимум вот этой вот функции loss. Но здесь у вас может возникнуть вопрос, а как вот этот вот объект tape узнает, какие промежуточные значения ему следует отслеживать и сохранять. В TensorFlow это сделано относительно просто. Если функция зависит от каких-либо объектов variable, то они и отслеживаются для последующей возможности вычисления градиентов. Давайте на простом примере в этом убедимся. Возьмем функцию, зависящую от двух параметров. Допустим, вот от таких параметров. fx, которая определяна как variable, и параметр b, которая определяна как константа. А функция будет простой. Она вычисляет x плюс b в квадрате плюс 2b. Далее мы вот здесь вот возьмем производную от f по x и b, ну и, соответственно, выводим их в консоль. Если запустить вот сейчас эту программу, то смотрите, что мы увидим. Первая производная по x была вычислена, а вторая производная по b принимает значение нан. То есть не была вычислена. Это как раз связано с тем, что вот этот вот параметр b определен как константа. Для константа вот этот вот объект градиентейп, он не производит промежуточных вычислений для последующего определения производных. Только вот для таких переменных variable. А вот если здесь вместо константа записать variable, то, соответственно, мы получим производные и по x, и по y. То есть вот 3 и 5. Но если для какой-либо перемены нужно запретить вычислять производное, то это делать с помощью такого специального параметра trainable со значением false. И если опять же сейчас запустить программу, то у нас производная по x не будет вычислена, вот как раз из-за этого параметра, а по b она вот вычислена и принимает значение 5. То есть вот в этом случае в объекте tape присутствует данная для вычисления производной по b, но отсутствует для вычисления производной по x. Или вот такой вот не очень очевидный случай, когда мы к переменной прибавляем какое-либо число и далее хотим определить производное вот по этой b. Если теперь запустить программу, то увидим, что производная не вычисляется ни по x, ни по b. Почему так произошло? Потому что когда мы прибавили вот эту вот единичку, вот эта вот b превратилась в обычную константу, то есть в неизменяемый тензор. А для него, соответственно, производные вот здесь вот уже не вычисляются. Все вот эти вот моменты следует учитывать при разработке программ с автоматическим дифференцированием. Но зачем в TensorFlow все так реализовано? Почему бы не отслеживать все перемены, от которых зависит целевая функция? Дело в том, что промежуточные вычисления могут занимать большой объем памяти. Представьте себе нейронную сеть с десятками тысяч нейронов и миллионами весовых коэффициентов. Для каждого из параметров будут сохраняться значения вычислений, и это немалый объем. Поэтому при реализации gradient tape можно явно указывать перемены, по которым следует отслеживать промежуточные вычисления и вычислять производные, а для других запрещать такую операцию, чтобы зря не расходовать память устройства и не делать лишних промежуточных вычислений. Мало того, с помощью вот такого вот параметра мы можем полностью отключать отслеживание переменок, и тогда gradient tape не будет производить никаких дополнительных вычислений. Вот смотрите, если вот здесь вот этот вот параметр тоже убрать, то есть у нас x и b это обычные переменные, но если мы сейчас запустим программу, то производные посчитаны не будут. Вот как раз из-за этого параметра. То есть этот параметр, он отключает отслеживание всех переменных. Но получается, что в таком режиме мы вовсе не можем вычислять производные. Не совсем. В самом менеджере контекста можно явно указать те перемены, которые следует отслеживать, то есть наблюдать. Например, вот так вот. Если мы вызовем такой-то метод watch у объекта tape и укажем переменную, для которой следует делать промежуточное вычисление, то производная по x будет посчитана. Запустим программу и видим значение 3. Или можем указать обе переменные в виде списка x, b и тогда у нас будут посчитаны производные и по x, и по b. Вот так вот можно управлять объемом промежуточных вычислений для определения производных. А вот другой пример. Предположим, что мы отслеживаем переменную x, от которой зависит другая перемена y, и функцию вычисляем уже по этой второй переменной y. Как вы думаете, в этом случае мы можем вычислить производную f по y? Оказывается, да, можно. Если запустить программу, то, соответственно, мы увидим численное значение производной, но в данном случае она равняется 0. То есть, когда мы отслеживаем некую переменную x, от которой зависит другая перемена y, вот здесь что внутри менеджера контекста, то все промежуточные вычисления будут делаться и для нее тоже. Соответственно, производная и по y, и по x для функции f мы можем совершенно спокойно вычислять. Если запишем x, то, соответственно, получим производную уже по x. Однако, обратите внимание, если мы попытаемся вычислить градиенты последовательным вызовом метода градиент по y и по x, то, соответственно, получим ошибку. Если вот сейчас выполнить программу, то увидим вот такую-то ошибку. Это связано с тем, что когда вызывается первый метод градиент, то он автоматически высвобождает все ресурсы, связанные с промежуточными вычислениями. То есть, если поставить в комментарии вот эту строчку, то ошибки не будет. Все будет работать. Но вот именно из-за того, что мы второй раз вызываем градиент для того же самого объекта tape, то как раз возникает ошибка. Ресурсы уже все освобождены, и второму вызову градиента уже не с чем работать. Поправить это можно двумя способами. Либо вычислить производные сразу от двух значений, x и y, вот так вот, и запустить программу. Соответственно, мы увидим значения производные по x и по y. Либо сделать вот так вот. То есть, здесь оставить два вызова градиента, но вот здесь вот в самом объекте gradient tape добавить еще один параметр. Persistent true. В этом случае, вот вызов этого метода градиент не освобождает ресурсы. И мы можем его много-много раз вызывать. Ну, давайте вот опять же выполним эту программу и убедимся, что действительно будет посчитан градиент и по y, и по x. Ну, давайте вот выведем df здесь и еще df по dx. И после выполнения программы мы видим оба этих тензора. Однако теперь освобождение ресурсов вот этого вот объекта tape лежит на плечах программиста. Поэтому после того, как мы посчитали все необходимые производные, нужно явно удалить вот этот вот объект tape. Вот так вот. Следующий важный момент при вычислении производных методом автоматического дифференцирования связан с особенностями определения градиента для векторных величин. Если векторной является выходная функция, а входная скаляром, то результирующий градиент также будет скаляром. Давайте в этом убедимся. Вот смотрите. Если здесь задать x просто как скаляр, допустим, вот так вот один. А вот здесь вот в менеджере контекста определить вот такую вот функцию векторную. То есть мы здесь берем список вектор и умножаем все на x в квадрате. А далее вот здесь вот вычислим производную y по x. Ну, а вот эти вот параметры мы уберем. Они сейчас нам не нужны. Запустим программу и видим, что значение производной представляет собой одно число, то есть скаляр. И это логично. Потому что когда мы вычисляем производное вот по этой векторной величине, то есть по двум выходам, вот здесь вот они суммируются и у нас получается на выходе одно числовое значение. Но в другом случае, когда у нас вход представляется вектором, а выход обычным скаляром, то выходные значения у нас будут уже векторные. То есть если мы вот здесь вот в программе вместо обычного числа запишем уже тензор, стоящий из двух элементов, а вот здесь вот функцию y преобразуем вот таким вот образом, возьмем среднее арифметическое, ну, допустим, reduce sum, то после вычисления производной y по x мы должны получить уже вектор значений. Запустим эту программу и видим, здесь у нас получается действительно вектор из двух значений 4 и 12. Следующий интересный момент, связанный с автоматическим дифференцированием, заключается в том, что мы можем вот здесь вот в gradient tape использовать условные операторы языка Python или какие-то циклы. Это возможно благодаря вычислению градиентов в конкретной точке при заданном значении x. То есть в нашем случае вот здесь вот будет выполнена проверка и выбрана вот эта вот функция. И именно для этой функции будут считаться производные. А иначе, если это условие не сработает, будет взята другая функция. То есть сам объект gradient tape, конечно же, работает с конкретной функцией и не вычисляет производные от условных операторов. Если запустить эту программу, то, соответственно, она сработает и мы увидим значение производной. В заключении этого занятия отмечу некоторые частые ошибки, совершаемые новичками при использовании объекта gradient tape. первая связана с неверным определением промежуточной функции. Вот смотрите. Предположим, у нас имеется вот такая вот программа, которая вычисляет производную функции z по x. Казалось бы, здесь вот этот вот y, он зависит от x, поэтому функцию z можно вычислить по аргументу x. Но если мы сейчас выполним эту программу, то на выходе увидим значение none. Это из-за того, что промежуточные значения y, которые зависят от x, не были записаны вот в этом объекте tape, так как вот эта вот функция определена вне этого менеджера контекста. Но если мы вот это вот выражение поставим вот сюда вот, внутрь этого менеджера контекста, то тогда все будет работать, как это и должно быть. Запустим и видим значение производной 12. Следующая частая ошибка связана с тем, что вот эта перемена x в процессе вычислений случайным образом заменяется на константу. Вот как в этом примере. Смотрите, мы здесь вычисляем вот этот вот градиент в цикле, и на каждой итерации цикла увеличиваем значение вот этого тензора на единицу. Но после того, как мы прибавляем здесь эту единицу, вот этот вот тензор x превращается в константу. И как следствие, вот здесь на следующей итерации мы не сможем вычислить производную по этому аргументу x. Давайте запустим программу и убедимся, что это действительно так. Первый раз производная была вычислена, а второй раз, когда x вот здесь у нас превратился в константу, мы производную вычислить не смогли. Поправить этот момент очень просто. И здесь нужно использовать вот как раз этот вот метод assign. assign add, то есть прибавить единицу. Ну и соответственно указать 1.0. Если запустить теперь программу, то все будет работать так, как это мы и задумывали. Следующая частая ошибка связана с тем, что мы используем для вычисления функции вот здесь вот не методы TensorFlow, а какие-то другие пакеты. Ну, например, numpy. Давайте мы его здесь импортируем дополнительно. Import numpy as np. И если вот в таком виде вычислять функцию y, то производная по x мы посчитать не сможем. Запускаем программу и видим значение none. Это как раз из-за того, что мы возводим вот этот вот tensor x2 средствами пакета numpy. И именно поэтому вот этот вот объект tape не может сохранить промежуточное вычисление для вот этой функции y, зависящей от x. Поправить это очень просто. Мы перейдем на уровень TensorFlow и умножим x на x, то есть возведем x2. И если теперь выполнить эту программу, то никаких проблем не будет, и мы увидим значение производной. То есть если мы хотим вычислить производные от какой-либо переменной, то все вычисления вот здесь вот следует выполнять на уровне TensorFlow и не переходить на уровень каких-то других пакетов. Вот это принципиальный момент. Следующая частая ошибка это определение переменной с целым значением. Например, вот так вот. Ну а функции для простоты пусть будет вот такой вот. Мы x возводим в квадрат и далее считаем производной y по x. Если запустить программу опять же, то увидим значение none и два предупреждения. Это как раз из-за того, что вот эта перемена x принимает целочисленные значения, а для целочисленных значений вот здесь вот рассчитать все промежуточные величины не получается. Нужен вещественный тип данных. Поправить это можно двумя способами. Либо записать вот так вот вещественное число здесь, либо явно указать тип detype, tf, допустим, float32. Если запустить эту программу вот так вот, то уже никаких проблем не будет, и мы увидим значение производной. Наконец, последнее, что я отмечу на этом занятии, это необходимость прописывать формулы для целевой функции в явном виде. Вот давайте представим, что у нас имеется две перемены x, w, от которых зависит некая функция y. То есть мы предполагаем, что y равняется ω плюс x в квадрате. Но записали ω плюс x вот таким вот образом. Мы используем здесь метод assignadd. В результате вот этот вот gradient tape теряет явную связь переменной ω с переменной x, и как следствие мы уже не можем вычислить производную y по x. Если запустим эту программу, то как раз в этом с вами убедимся. Мы получаем значение none. Правильно здесь сделать так. Записать ω равняется ω плюс x. Ну, например, так. Если мы сейчас запустим программу, то у нас будет вычислена производная y по x, потому что здесь вот указана явная связь. Или можем сделать так. Задать некую промежуточную переменную s, которая равняется ω плюс x, а здесь уже указать эту переменную s. Опять же, если запустить программу, то никаких проблем у нас не будет. Мы можем считать производную y и по x, и по ω. Надеюсь, из материала этого занятия вы стали лучше понимать порядок вычислений градиентов в TensorFlow с помощью вот этого вот объекта gradient tape. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok